Сегодня 17 марта. Ровно 140 лет назад, 17 марта 1879 года, газета Самарские губернские ведомости известила своих читателей о том, что император Александр II повелел не взимать до лучших времен пассажиров пароходов сбор в пользу казны, а все для того, чтобы облегчить торговые движения по Волге, которое могло быть парализовано эпидемией чумы, поразившей города и села в нижнем течении реки, и смягчить потери доходов судовладельцев. 115 лет назад, 17 марта в 1904 году, Самарская городская дума передала в распоряжение местного управления Российского общества Красного Креста городскую больницу. В ней поправляли здоровье участники русско-японской войны. Спустя два года, в 1906-м, больница была возвращена городу. Сотрудники Красного Креста в знак признательности оставили в ней все оснащение лазарета. Стоимость дара составляла около двух тысяч рублей. Каждые третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 17 марта на свет появились американский джазовый музыкант и певец Нед Кинг-Коул, актер театра и кино Аристарх Ливанов, французский комедийный актер Бернар Фарси и другие выдающиеся личности. А в народном календаре сегодня Герасим Грачевник. В этот день прилетали с юга грачи. Наблюдательные люди знали, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. С грачами связаны и некоторые поговорки. Грач на горе, так и весна на дворе. Такими событиями ознаменован 17 день марта. Удачи и хорошего настроения вам!